С приветом, Набутов! Это в следующем часе, давайте сейчас по веселенькому разомнемся. Виктор, да ладно, это не ваше, просто надо было сбегать за Виагрой, и ехо-хо понеслось. Это о чем? За Виагрой-то я могу сбегать. Это про свингер-клуб в качестве лечения от депрессии, я подозреваю. И это совершенно к Виагре никакого отношения не имеет, это вопрос внутренней сексуальности, ты принимаешь или нет. Твое, не твое? Некоторые другие, мне давно с собой все понятно, в общем, разные вещи я видел, пробовал и так далее, чтобы прийти, так сказать... Друзья рассказывали. Ну, я бы мог сказать, друзья рассказывали, да, спикнуть на других. Врать я не люблю врать слушателям, зачем? Да, было дело, да. Всякий разный опыт интересный, не весь возможный, слава богу, но тем не менее. В общем, я себя к сорока годам, я уже все понял, что мне, в общем... А еще лет через 10 останутся только книги. 15. Я бы уже сейчас особенно себе не льстила, знаешь. Работа, книги, интересные документальные фильмы. Так, ребят, 731 наш телефон в студии, плюс 7903-7976-333, номер для ваших смс-сообщений, поехали. С чего я хочу начать, Гордеева? Я не могу пройти мимо этого. Так. Я даже запостанула это у себя в Фейсбуке, на Викторе Набутове. Ой, это моя любимая, да, давай, давай, да. Соответственно, и это вызвало, в общем, довольно любопытную дискуссию, поэтому возьмем это для эфира. Итак, значит, по поводу наших адиотических депутатов. На сей раз отличился человек по фамилии имени Владимир Петров, депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области. Откуда же еще такие инициативы могут поступать? Это Ленинградская область, это не Санкт-Петербург. Это неважно, одна фигня. Значит, одна фигня, два разных субъекта. Да, действительно, это серьезно меняет дело, конечно. Ты что, ты теперь как Небелицкий, что ли, наигрываешь? На вас, питерцах, первородный грех, когда мы нашу политику обсуждаем. Еще до Никиты. Ладно, все с вами ясно. Так, значит, смотрите. А сейчас слушатели узнают новость и согласятся со мной. Так вот этот Владимир Петров из ЗАГС Собрания Ленинградской области предложил министр... Срук выключите, если вы не поняли, пожалуйста. Извините, извините. Предложил министру юстиции Александру Коновалову, который, кстати говоря, тоже из Санкт-Петербурга. Гребец. Да ну я не могу его выключить. Выключи. Сейчас, одну секундочку. Да, Дарья Александровна. Вторая попытка. Слово «женщина» закон. Спасибо. Так, значит... Сейчас проверим, насколько закон... Так вот он предложил Александру Коновалову запретить должникам и должницам, соответственно. Да ну я не знаю... Такой ключик. Что-то на. Ну я засуну телефон туда, куда его надо засовывать регулярно. Так. Кто смотрит нас по телеку, тот, в общем, не даст собрать, что именно это я и сделал. Так вот он предложил Александру Коновалову запретить должникам по алиментам, внимание, повторно вступать в брак. Цитирую. Должники по алиментам не должны иметь свободные возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все задолженности перед своими прежними семьями. Он продолжил министры взрыва выступить инициатором внесения поправок семейных кудоков СРФ в части раздела, регулирующего заключение прекращения брака. Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан, которые не платят алименты, однако в силах государства осложнить жизни добросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми. Ну и кто был прав? Как справедливо сразу пишут наши слушатели, субъекты разные, а фигня одна. Абсолютно. Гениально. Спасибо, ребята. Спасибо, сняли с нас с питерцев первородный грех. Значит, девушка мне красивая, кстати, пишет, может быть, я не могу посмотреть. Сообщение о девушке принимайте безумно, пожалуйста, Виктор Кириллович. Так. Ребят, видеотрансляция на нашем сайте и на YouTube-канале Серебряного Дождя. Заходите, посмотрите, как Виктор борется с телефоном, и давайте обсудим эту новость. Давайте. Вдруг это кто-то считает полезной инициативой? Абсолютно. Абсолютно. Я считаю, что это, конечно, чудовищный идиотизм, потому что это откровенно. Но если посчитать, что основные неплательщики алиментов все-таки мужчины у нас, наверное, да? Ну так, исторически сложилось. Дети остаются с матерями, ну как правило, 95% случаев. То вопрос очень простой. Значит, получается, что вот я женился. Да. Да, развелся. Вот у меня есть дитё или дитя. Я какие-то бабки, значит, от них утаиваю. Не плачу, я сволочий подонок. Вот. И, соответственно, вы мне предлагаете запретить не вступать в брак. Во-первых, это, откровенно говоря, просто индульгенция. Это просто государственная индульгенция для таких несознательных, нехороших граждан. А для сознательных это нарушение конституционных прав, я напомню. Да, но добавим, это индульген. То есть это ровно обратное. Как вообще это можно... То есть ты имеешь в виду ситуацию, когда ты развёлся, у тебя там долг по алиментам, встречаешься с другой женщиной, она говорит, женись на мне. Ты говоришь, я не могу, у меня долги. У нас и так мужики не женятся. То есть государство, во-первых, расписывается в абсолютной своей импотенции в части взымания любых задолженностей, в том числе и по алиментам. Единственная действенная мера – это запрет выезда на заграницу. Ну ладно, ещё сейчас машины на дорогах проверяют, если что машину встают. То есть даже это, видимо, не помогает. Не знаю, мне кажется, что... Ну... Как-то взымать задолженности в углу, состретить все возможные... Но, слушатели, правильно пишут. Почему опять полумеры? А чего сразу жениться запретить? Вообще запретить отношения вступать? Абсолютно. Даже одноразовые по пятницам ночью. То есть... Нет, секунду. И это плодит, исходя просто из здравого смысла, следующую ситуацию. А если... Ну, отношения запретить невозможно. Соответственно, если я у меня... Я вот развёлся, не плачу бабки. И у меня там девушка, и она забеременела. Я ей говорю, дорогая, извини, я не имею права жениться. Все претензии государства. У меня вот там недоимка. Я в статусе должника. То есть... То есть получается, что женщина должна будет сказать, нет, сволочь, вы не из нашего потенциально совместного бюджета будущего, бабки. Иди заплати за ребят. Это очень странная нерва. Люсиена пишет, а давайте их сразу стерилизовать. Чё уж там. Артём из Казани пишет. Прекрасное предложение. Никто в ЗАГС не затащит. Никто абсолютно не пойдёт в ЗАГС. Ещё один комментарий из нашего ватсапа. Более того, вот специально, специально, сволочи, мужики наши будут плодить мелкие недоимки. А что, дети рождаются от официального брака, спрашивают слушатели. Брак это имущественно-хозяйственное отношение между гражданами. Оба раза женился, сразу заканчивал экономическую деятельность. До развода. У нас есть куда более серьёзная проблема, что касается элементов. Проблема, в принципе, государства. У нас, извините меня, 60% экономики в тени. Либо серая, либо чёрная. То есть с неё не платятся налоги. И, между прочим, она не учитывается при алиментах. Серьёзно к теме подходит Даша из Москвы. Она пишет, отличная инициатива. Лично есть несколько примеров таких, в кавычках, производителей, удовлетворяющих свои потребности. Предложите, как с них взять положенное. Нет оправданий жмотом. И странно, что вы тут приплетаете к институции государства. Алименты копеечные всегда вы в курсе, а ЗАГС для нормальных. Алименты не копеечные всегда. Алименты, это, условно говоря, 25%, насколько я помню, на одного ребёнка. Но не более 50% от дохода, чисто, белого дохода. Проблема не в этом. Проблема в том, что экономика серая у нас. Поэтому мужики, извините меня, показывают свою зарплату. Даже очень богатые. У меня там есть серьёзно богатые люди. С зарплатами от 50 тысяч долларов в месяц. У них официальная зарплата 100 тысяч рублей. Вот они дают четвертной. При разводе говорят, ладно, буду тебе эту сотку откидывать, чтобы ты была... Естественно, бабы там с ума сходят. Из более того, что они делают дальше. Они идут и начинают сдавать своих мужиков. Из-за того, что они... Они идут, сдают в налоговую. Или ФСБшникам. И начинается такая круговерть семейная. На самом деле, если серьёзно обсуждать вот эту инициативу... А я хочу напомнить, ребят, мы можем здесь развлекаться сколько угодно. А парочка бредовых инициатив, которые пришли из местной законодательной... Ну вот, из местного ЗАГС Собрания, из Питерского. Они были приняты и на федеральном уровне, между прочим. Поэтому не исключено, что и здесь пойдут. Но, Вить, при такой масштабной службе судебных приставов, при таком их количестве, мы опять что-то запрещаем гражданам. Вот это я обожаю. Служба судебных приставов абсолютно парализована. Это абсолютно нерабочая структура. Так фиг ли мы их кормим? Кто пытался взысать с кого-нибудь что-нибудь, мне там один товарищ, например, должен, уже три года. Я просто знаю, я даже судебному приставу прилагал, говорю, я отдам вам половину того, что он мне должен. Понимаете, она его до сих пор найти не может. А я нашёл его за 15 минут по номеру телефона. За 15 минут нашёл. Доброе утро. И зарабатывает их в белую, да, там, получает в регионе 15-20-30 тысяч. И действительно, брошенная семья, ей просто не на что жить. Поэтому я считаю, что вопрос действительно серьёзный. Но я вам сейчас просто немножко другой акцент выставлю. И вот этот достаточно состоятельный дядька, не будем сейчас анализировать, почему он пришёл к решению развестись. Но они решение-то приняли, у них трое детей, твой взрослый, один ещё подрощенный, да, там, 9 лет. Я говорю, Дим, во многом ты принял такое решение, потому что ты сейчас решишь, сколько ты отстегнёшь своей жене. А вот если бы ты чётко понимал, что ты лишишься половины всего... Мы же как, мужики, подходим, да? Так, бизнес не трогать. Бизнес моё. Угу. Какое-то такое, что-то своё потом. Так, ладно, у меня 4 квартиры. Ну, тебе я сейчас выделю. Дим, не ты выделишь, а суд объективно, совершенно на основании грамотного анализа, на основании совершенно грамотного составленного перечня, решит, сколько суд тебе оставит, милый ты мой. И тогда бы ты бы фразами о том, что «да я развожусь», ты бы так бы не бросался бы. Потому что думаешь, как совершенно правильно ваша соведущая сказала, что брак, кроме любви, верности, ля-ля-ля-ля-ля-ля, это имущественное, хозяйственное отношение. И, вне сомнения, когда человек принимает решение, не важно почему, не платить, как бы, следствие, да, развода, это алименты. Когда человек принимает, и когда он будет понимать, что «нет, милый человек, ты будешь платить четверть от всех твоих доходов», то, может быть, он совершенно по-другому бы принял бы решение и по-другому смотрел бы. И, может быть, жена была бы не такая страшная, и, может быть, дети были не такие уроды, и, может быть, надо было бы как-то по-другому склеивать дальше свою жизнь. Ваш гнев в адресу. Скажите, пожалуйста, каким образом Запрет на последующее вступление В брак может повлиять на ситуацию С неуплатой денег в первом браке Ну, из которого Каждое твое действие имеет последствия И это одно из последствий, когда ты В том числе начинаешь думать И об этом, что, слушай, нифига себе Так сейчас я кину одного А не факт, что я вступлю в следующее отношение И не факт, что мне моя не скажешь Слушай, а у тебя там сзади долгов не осталось А у тебя статус вот такой, да, поэтому иди Ага, ага, может быть, я не прав Спасибо за комментарий Вопрос не в этом, Витя, вопрос в другом Что у нас, понимаешь, какие-то вот дублирующие Друг друга инициативы Уже сейчас Государственные, я уже подчеркиваю, не ЗАГС Собрания Ленинградской области, а Государственной Думе Рассматриваются поправки в Семейный кодекс Фактически Как это сказать, принуждающий Граждан прописывать Процедуру развода до момента Вступление в брак Да Понимаешь, у меня тогда вопрос Мы будем деньги осваивать вот и на этих вот Инициативах депутатов А ведь за нее сейчас зацепятся Зачем оно тогда? Доброе утро 730-101, доброе утро Здравствуйте 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 Вот про эти инициативы Все очень Хочется сказать, что люди занимаются имитацией деятельности Совершенно ни к чему не нужно дополнительное регулирование Есть законы, хорошие Просто депутат должен писать закон И вот они сидят, придумывают У нас где какие-то проблемы есть Они смотрят на них Что мы можем еще предложить Как нашу работу Понятно, что с приставами Когда вопрос вот поднимается Они скажут Ну, приставы это не наши Мы пытаемся в рамках своих полномочий решить Поскольку Заставлять приставов нельзя Делать работу Ту, которую они должны делать Они ведь поставлены государевым службам Государственным интересам Просто когда у меня там Какие-то недоимки возникали И не проходило, как говорится, и месяца Чтобы у меня не были арестованы счета Зысканы с меня денежные знаки И так далее Когда нужно, чтобы Гражданину была оказана помощь В взыскании там Денежных средств Или какую-то справедливость Восстановить в той же полиции Работа идет Ну, не идет работа Понятно По точку зрения, понятно Да, да, спасибо Все равны, но одни равны Это нам есть Итак, довольно любопытная спорная Инициатива депутата Ленинградского областного ЗАГС Брак уйдет в тень Пишет нам Влад О том, чтобы запретить Мужчинам, ну, как правило Вступать в следующий брак Если у них имеются какие-то недоимки По алиментам По предыдущим Ну, такая проблема Есть, она действительно Серьезная, если посмотреть цифры Но, мне кажется Болото все-таки Делают свое дело И это как-то Не знаю Я думаю, что куда больше проблем Я думаю, что все-таки Серая экономика Вот, потому что Когда экономика белая И все доходы белые То, соответственно Взымание любых недоимок По суду В том числе и по алиментам Они происходят автоматически Я к тому, что Да, да, да У нас придуманы Все инструменты В бухгалтерии Разделы бизнеса И доли в бизнесах Это уже отдельный разговор Потому что речь идет О куда больших деньгах Чем просто деньги на Постоянное Ежемесячное существование Тебя и детей Я знаю совершенно обратные случаи Когда действительно Женщины бизнес разваливали Когда женщины Оттяпывали здоровый кусок И тратили эти деньги Не на ребенка А на свое содержание Это начинается В общем-то Очень много Неоднозначных вещей А смотри, Витюш Нам как раз вот пишет Смотри, Михаил Из Ставрополя До меня и так Сейчас девушка Не берет в мужья Так как у меня долг Потому что совместно Нажитая Может быть отобрана Вот так Ребят, так может мы не правы? Хорошая инициатива Может быть Ну-ка, 731 Доброе утро Вполне возможно Я сам пересмотрю Собозиться Да, здравствуйте Здравствуйте Илья Пятигорск Здравствуйте Я хотел бы копнуть Эту проблему Чуть поглубже Мы вот так Легко, знаете Относимся Развелся денег Нет, не платил А давайте посмотрим С другой стороны Сколько человек Может прожить без еды? 30 дней Ну вот возьмем Что два человека Должны кормить Этого ребенка 60 То есть Если ты 60 дней Не принимал Никакого участия В жизни ребенка Ну так сложилось Да, ну жизнь Твой ребенок Сдох от голода Твой ребенок Сдох Страшной Голодной смертью Так А вот если посмотреть На эту проблему С этой стороны Как бы По-моему Это намного Трезвее, чем законы Ну да Только это, к сожалению Понятно Логика понятна Как ее обречь В рамках Какого-то Юридической процедуры Я все Ну Ты несешь ответственность За собственных детей Это правда И смешно Когда люди зарабатывают Мужчины зарабатывают Огромные деньги И откидывают 20 тысяч На свидание Собственного ребенка Но с другой стороны А потом когда он вырастает Они вдруг вспоминают И ляпшие кореша Таких случаев полно Говорят Да, сынок Я не додавал Прости Но отец у тебя один Ты должен его беречь И вообще Ты сам станешь взрослым И сам поймешь Чтобы себя не так просто Понятно Что я ни в коем случае Подлецов не оправдываю Но Мне кажется Инициатива Довольно странная А Марина нам, например, пишет Статус должника Запретом на повторное Вступление в брак Это может быть, конечно, интересно Но мне кажется Это открывает новые горизонты Для тех женщин Которые охотятся За очень богатыми мужчинами Но у нас не так много Охотниц у нас достаточно А очень богатых мужчин Даже средне богатых Открывают Кот наплакал Они все в одном городе В трех районах сосредоточены 730-101 Доброе утро Да, здрасте Доброе утро Хорошо Да, вы в прямом эфире Руслан Пятигорск Ага Ну, в силу своей работы Могу сказать Что если бы Законодательно Было прописано Что Априори Всякое имущество Записано На того или иного супруга При разводе Является именно Имуществом этого супруга А обратное Нужно прописать В договоре Тогда бы Очень многих Споров Относительно Какого-либо имущества В принципе Не было Потому что люди У нас не заключают Брачные договоры Прежде всего Из-за того Что стесняются Об этом Это неудобно Это правда Это неудобно И поэтому Когда у них Не будет выбора Это будет прописано Законодательно Возможно Все это на автомате Просто уйдет И человек Уже покупает Ту или иную Недвижимую вещь Будет понимать Что он покупает Либо себе Либо супругу И точка Понятно Окей А что касается Текущих доходов Я не имею ввиду Я не про недвижимое Имущество говорю Или там движимое Ну как бы дорогого А про текущие доходы С точки зрения Возможности Определения Реальных доходов На сегодняшний момент Реального механизма Не существует Это касается Даже того же Самого Закона Самозанятости Который не исполним Это все из одной серии То есть мы Мы не сможем Отценить реальные доходы И поэтому То что мы реально Можем сделать Вот помогая Семьям сохранить брак Или по крайней мере В расторжении браков Не терять То имущество Которое действительно Было нажито И несовместно Это прописать Эту процедуру И тогда во первых Боеблаков было бы меньше Потому что Как говорит мой один знакомый Мне проще жить супруга Чем развестись Скажите А вы Судя по всему Вы работник Как раз Службы судебных приставов У вас был Руслан Или вы адвокат Или судья Я Да Я юрист А вы юрист Который оказывает Сосвенную помощь По этой категории Как вам в целом Так в результате Подведите итог Как профессионал Как вам инициатива Господина Петрова Из областного Ленинградского Законсора Ну Она рассчитана На самом деле На наше Сознание В стадии любви великой Когда Любимый человек Который На сегодняшний момент У тебя есть Отказывается С тобой Устроить отношения Пока ты Не разведешься Или не погасишь долги По прежним отношениям Ну Как мы понимаем Это ерунда Таких отношений Так много Поэтому Скорее всего Это очень Условное Спасибо Спасибо большое Спасибо Спасибо вам Спасибо Обратите внимание Обратите внимание Мы заканчиваем С этой темой Мы посмотрим Как будет развиваться Ситуация Обратите внимание Звонят Одни мужики Потому что Девушки Понимают Тут Подстава Да С одной стороны Опасно Заводить Новое отношение С мужчиной У которого Есть долги Перед детьми Но ведь Там бывают Неоднозначные ситуации Бывает Жена реально Хочет выдавить По полной программе И ты оказываешься В сложной ситуации Девушки у нас будут Начинать метаться Они сами Внутри себя Не сформулировали Ну почему Нет Ведь так же Можно вообще Без мужика остаться Пишет нам Из Екатеринбурга Женщин 32 года Я как свободная женщина За такой закон И дополнительно Реестр По алименщикам Должникам Познакомилась С молодым человеком Раз И проверила его Удобно И практично Но наш слушатель Антон Идет дальше Если вдруг Недоимки возникли Уже после вступления В следующий брак Необходимо принять Закон о принудительном разводе До погашения Гениально Антон На этом Приглашаю закончить Оставайтесь под серебряным дождем С приветом Набутов Еще раз доброе утро Дорогие друзья Так давайте Трудную Неоднозначную тему С разводами Алиментами Мы закончим В рамках нашего Сегодняшнего веселого эфира У нас перед Николай Карточ Мы еще выплеснем На вас Ведро Так сказать Новостей Отходов Человеческой Жизнедеятельности В том числе Из Государственной Думы Нашей Пока Просто немножко Про всяких Смешных новостей В Севастополе Так Врач выписал Пациентке рецепт В котором Посоветовал съездить К святым мощам Самое непопытное Что Отоларингорок Отоларинголог Юрий Белоненко Подтвердил Это издание Подъем Он сказал Что Когда не уверен В назначенном лечении Советует пациентам Приложиться к мощам По словам Белоненко это помогает Вот у нас В общем Такие врачи В стране А это Он видимо Это еще у него Украинская практика Осталась По старой памяти Я могу сказать Нас такие Непрофессионалы Не трудятся Я пока ты знаешь Смотрю на открытие А чем прикладываться Надо к мощам Если Котоларинголог Хороший вопрос Ты знаешь Хуже если это Практолог Я так тебе скажу Значительно И несколько усложняет Ситуацию Да и не факт что помогает Да Я пока смотрю На прекрасные новости От индийских ученых О да Которые определили продукты И их оптимальное сочетание Чтобы легче пережить Ребята Последствия Пятничных Алкогольных Возлияний Так Значит Что предлагают нам Несмотря на то что пишут Степень опьянения Зависит от того Что пил человек Генетические особенности Его организма И скорость расщепления Алкоголя Специалистам Удалось найти То что помогает Скажем так Снять последствия Приема алкоголя В число Спасительных продуктов Вошли Груша Лайм Ребят записывайте Этим сегодня надо запастись В течении дня Груша Лайм Кокосовое молоко Сыр Помидоры И огурцы С учетом того Что смешать эти компоненты Вместе Сохранить какой-то Более-менее адекватный вкус Да я тебя молюсь Селедка под шубой Значит На индийский лад Довольно трудно Но придумали коктейль Значит Коктейль состоит На 65% Из груши На 25% Из лайма И на 10% Из кокосового молока Также Пишут нам индийские ученые Против похмелья Эффективный Имбирь Финики Какао Обезжиренные сливки Они же пахта И ребят Пшеница Вот все эти продукты Субботнее утро Сделают для вас Немного более приятными Ты что иностранный агент Что я могу сказать Простите Ты иноагент что ли А у нас что Индия Индия уже Ты на ставке У индийского правительства Что ты нам спихиваешь Ерунду Банка рассола И все в порядке Не надо У нас тут Не разрушай наши традиционные скрепы Начинается Хочешь вот помочь людям Так давай другую историю Там хана более смешная Да давай пожалуйста Другую историю Ребят Тут очень смешная штука Случилась на неделе Пишут о ней Ему любимый журнал Максим онлайн Пользовательница твиттера С ником Маша уонасей Запустила трет О самых Кого она запустила? Трет Простите Что такое трет? Такую ветвь обсуждения О самых нелепых комплиментах Которые когда-либо Ей делали О это прекрасно И как вы понимаете Здесь сразу начали Подключаться пользовательницы твиттера Мы предлагаем и вам размяться Кстати говоря Не только женщины Но и мужчины Какие странные Самые странные комплименты Вам делали Ну вот например Пользовательница Под ником Просто мама не старалась Пишет Такой комплимент Знаешь Ты так сильно похожа На мою бывшую Ты совсем как она Только побольше Только побольше Да Или Я копал чеснок И думал о тебе Ведь час просто Час комплимент Который способен Пережечь девушки Микросхемы Плюс 7903 7976333 Номер для ваших жизненных Историй Мы с удовольствием Выслушаем Самые потрясающие комплименты Которые мы вам делали в жизни Мужчины Как женщины Так и мужчины Присылайте Дайте Немножечко Разомнем Сейчас вот Внимательно Тут надо вслушаться Знаешь Твой румянец Похож На камень И это Очень красивый Камень Вау Ты чувствуешь Какая фантазия В этом есть что-то японское Это прямо хокко Параподкаты Так же пишут Самый оригинальный Подкат был В пятом классе Когда матерый двоечник Сидевший со мной Воткнул мне шариковую ручку Пардон в руку Мотивировав это тем Что шрам Будет навсегда О нем напоминать Вот такие вот варианты Ты красивая как балкон Сказал я лет в семнадцать На прогулке с девочкой Опыта ноль Мозгов ноль Чувство архитектурного Прекрасного Максимум Ну вот Я даже не знаю А так это Плохой ли это комплимент Хорошо Вот это комплимент У тебя такое запястье тонкое Я могу его одной рукой сломать Да? И что? Это же вопрос Ну да Да Сравнение Сравнение Почему девушка Не может быть красивой Как балкон Какой-то изящный Тонкий утонченный Ардекошный балкон Вот эти витые линии Вот это гнутый 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 металл Что в этом такое? Что? 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 Ну почему нет? Тебе что было бы неприятно? Мне бы Если бы тебе говорят Ты красивый Как балкон В хрущевке Это фиговый комплимент Мне было бы странно А ты знаешь Я скажем так Я надолго бы выпала Из общения Пытаюсь понять Что он имел ввиду Если тебе говорят Что ты красивый Как балкон В хрущевке Как лоджия В хрущевке Самовольно Застекленная Это нехорошо Ведь гениально Лена из Москвы Пишет Со мной молодой человек Знакомился в метро Со словами Девушка У вас такие ноги Красивые Особенно левые Сергей из Нижнего Пишет Я постригся В кафе Девушка подошла И сказала У вас такой красивый затылок И ведь это приятно И ведь черт возьми И приятно Кто видел свой затылок Расскажите Молодой человек Как часто вы смотрите На свой красивый затылок А тут кто-то Обратил на него внимание А кто-то подошел тебе И может быть Это же не с целью подката Сказано У вас очень красивый затылок Хорошо, ладно Вот это И настояние на целый день хорошее Вот это Объясни мне Это тоже пишут в твиттере Мне нежно так сказали От тебя так Как вкусно пахнет собаками Это, ребят Это я вот Все вам зачитываю Понимаешь Если человек собачник И Свежий запах псины Пришедший после прогулки Под дождем Он Еще до момента помытия Понимаете Он возбуждает Он будоражит его В конце концов Он не может без него жить Понимаешь Почему-то Что-то 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 Мы можем сразу Сделать какой-то вывод У этого человека Что этот человек Хороший человек Что он добрый Потому что он любит собак Заботливый, наверное А вот есть любители птиц Наталья из Саратова Пишет Была худая Потом немного поправилась Получила комплимент От коллеги Ты такая хорошенькая стала У тебя ножки стали Как у моего попугайчика Пугайчика С тремя пальцами Да Бывший моей сестры Как-то сказал Что ему нравится Моя комплектация Ну это вообще За это вообще Не стоит обвинять Мужчин Потому что Мужчины любят Автомобили Это их вторая Так сказать Натура Это как Конь Для Средневекового Рыцаря Вы понимаете Это значительная Часть их жизни Если человек Вас сравнивает С автомобилем Что у вас Маленький пробег Что у вас Хороший ТТХ Что у вас Неплохой Хороший капот Там например И Красивые фары Прекрасные бампера То есть Ну Пошло 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 В развитие Тут довольно Я с удовольствием Бы поездил Слушай Ты знаешь Гениально Вот если ты подойди Можно Вот в сексе Это нормально Когда девушка Тебе говорит Дорогой мой Я хочу тебя оседлать Например Ну нормально Можно я на тебя оседлаю Я на тебя поскочу Немножко Мы это не рассчитываем Что Оскорбительно Не воспринимаем Мужчин Что за лошадница Такая появилась То есть И можно Такое говорить Сплошь и рядом Понимаешь А нам с машиной Срочно Ну реально По поводу По поводу комплимента От тебя так вкусно Пахнет собакой Слушатели нам пишут Что это написал Точнее этот комплимент Сказал не собачник Этот комплимент Явно сказал Кореец Кореец Нет А там он сказал Свежеприготовленной Собакой Доброе утро Мне соседка Сегодня сказала Ой Ирочка Это вы Вы такая красивая Я вас даже не узнала А вот это Обидно Может быть Еще из твиттера пишут Говорили что У меня глаза Красивого Рыбьего цвета Это что значит Ты можешь мне объяснить А если к себе привыкнуть То ты ничего такая Я не могу Стоматолог говорил Что у вас очень ухоженный рот Вот это Триндец Откровенно Хотя с другой стороны То есть С другой стороны С другой стороны Вы ходите Идете к стоматологу Делаете дорогостоящую чистку Там Или отбеливание Для чего? Для того чтобы у вас Нет было кариеса Ну это чистки достаточно Отбеливание Для чего? Самой стороны Нет Не сними Поэтому Чего вы удивляетесь Когда Если тебе подходит Человек и говорит Слушайте У тебя потрясающе Красивая грудь Хоть и не настоящая Что в этом такого? То есть он должен сказать У вас потрясающе Красивая грудь? Просто Но он же очевидно Что он понимает Что он не настоящая Это же как правило видно Правильно? Он говорит Хоть и не настоящая Это значит Что он наценил Ваши усилия Что вы пошли Поработали над собой Там что-то подправили Что-то качнули И прочее Наоборот Это признание Вашей работы над собой Я правильно говорю? Я люблю тебя Я люблю тебя Как бутерброд С сыром Вот так Можно я тебе Теперь буду говорить По утрам Это из того Что присылают Наши слушательницы Я буду тебе говорить Я люблю тебя Как котлетку Пойдет? Задумался Владимир Красноярска Делится своей печальной историей Пишет нам ватсап Сделал комплимент Господи Ты так похожа На мою покойную бабушку Нюру Получил леща После этого комплимента Давайте А я кстати Свою бабушку обожал У меня была Потрясающая бабушка И Вот для себя внутри Бабушка Света Света Она на меня оказала Ну колоссальная Влияние Такой настоящий Профессор консерватории Настоящий осколок Такой классической Интеллигенции Еще дореволюционной Человек Который там Выходил к обеду С брошью Например Блузи Никогда не матерился Читал До последнего Там я не знаю Перечитывал Пушкина Прочел всю там Я не знаю Науку и жизни Всем интересовался Человек который привык Работать головой Абсолютно Вот интеллигенция Именно с точки зрения кодекса Поэтому вот для меня Сделать девушке комплимент Например Ты похож на мою бабушку Для меня это было бы Очень глубокая Глубокая Например история То есть это для меня Может быть он со стороны Выглядит глупо Но вот для меня Как делающего комплимент Это очень было бы значимо Друзья Самые странные Комплименты Которые вы получали В своей жизни Это касается и девушек И мужчин Вот например Для мужчин актуальное Ой ты лысеешь Но тебе так идет И это в 22 года Пишет наш слушатель Я не знаю что Я с этим к счастью Не знаком пока Или к сожалению Но тем не менее С этим процессом 730-100-1 Телефон прямого эфира Плюс 7903-7976-33 А пока вы думаете О комплиментах Я вам расскажу Про главу Карелии Артура Парфенчикова Так Есть такое Карелия Такое место Замечательное На границе с Финляндией Недалеко от Санкт-Петербурга Очень большая разница Между нашей Карелии И финской Карелии Собственно была в свое время Помните так и была Карелла-финская СССР Так вот Глава Карелии Артур Парфенчиков Рассказал на своей странице В соцсети ВКонтакте Об итогах проверки В городе Сегиш Где недавно пожелтел снег Потом он почернел И стали массово Пригибать птицы Значит он об этом Рассказал в соцсети А потом сразу тут же Удалил этот пост Со своими комментариями Значит местные жители Естественно связывают Произошедшие с выбросами Сегишского целлюлосбумажного комбината Который там все Все вокруг отравляет В том числе и Финляндию Соседнюю Значит причина смерти Остановка сердца По предположению Специалисты птицы Отравились хлоридом натрия Это основной компонент Обычной поваренной соли Вероятно Эта поваренная соль Содержится в антигололедных реагентах Заявил господин Парфенчик Да что вы Парфенчиков Да Между тем в паблике Подслушены И все было бы ничего Выглядит ну в общем реалистично В Москве тоже целая проблема Ну типа окей Что птицы клюют Этот поганый реагент Значит Между тем в паблике Подслушены все Местные жители сообщают Что в городе продолжают Умирать птицы И считают официальную версию Орегента полным враньем Наши дороги Кроме песочка Никогда ничего не видели Там нет реагентов Вы понимаете Вообще Эколог Наталья Пастушенко Местная Предположила Что причин этого Стал выброс На целом В наш комбинате Мы этим дышим Каждый день Снег белый Только когда выпадет Через пару часов Он коричневый Потом цвет охры Потом чернеет Устали уже около 10 лет Писали во все инстанции Ответ всегда Все в норме Сообщила она Предложив жителям города Фотографировать Желтые следы На снегу и птиц Чтобы Значит Птицы Дохнут Прямо на лету Жители собираются Писать письмо Началось наконец-то 10 казней египетских Ребята Все Начинается На самом деле Действительно В Карелии Я должен Извините Чтобы закончить тему Я бывал много раз И Когда пересекаешь Границу с Финляндией Вот Ну Ты попадаешь На другую планету Это не объяснить Я не могу это объяснить Вот Много раз Я приводил пример Как раз По цвету снега Вот Россия Ленинградская область Вот Финляндия Как черту провели Чисто Аккуратно Идеально белый снег Как только ты оказываешься Как только пересекаешься Все черное вокруг Плохо убранное Ладно Это понятно Вот Прямо Вот Два километра Бежграничного пространства Вот она разница Как такое получается Я не понимаю А вот Эту загадку Предстоит Разгадать Только так сказать Нашим потомкам Да Хотел бы Знаешь Зачитать Хорошо Вот комплимент На который бы я точно Не обиделась Спишь нам Света из Ярославля И это гениально Мужчина недавно Выдал комплимент Он любит есть И готовить Ты Как хороший Оливье В тебе Все Гармонично Просто Просто Света Хватайте И бегите Друзья Мы продолжим Через пару минут С приветом Набутов Прекрасно Слышу Сейчас секунду Слышу Поступ Уверен Николай Сейчас звонит Сейчас начнется Круговерь Ну а пока еще Множко всякого До рукава Лень По поводу Странных комплиментов Которые получали Наши слушательницы Лена из Нижнего Пишет Я как-то летом Подвозила приятеля И он Отказался Сесть На переднее сидение Внимание Виктор Кириллович Это в вашем духе Аргументировав Это тем Что не может Смотреть на мои Голые коленки Лучше подальше На всякие А Какой человек Подожди А затравка какая была Еще раз Я просто Приятеля подвозила Лена На машине А прощите фотографию коленок Лен Наш ватсап Плюс 7 903 7 Погода не позволяет Но тем не менее А если постараться Я ценю Красивые женские колени Это красивые женские колени Как и щиколотки Есть вещи святые 730 101 Телефон прямого Понимаю вашего приятеля Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Привет А вот Старый наш Детский комплимент Не помните В стихах Я вас люблю Как булку с маслом Вы мне дороже Двух котлет Хотел я вам В любви Пришаться Но опоздаю на обед Я не помню Честно говоря Такого Но жизненно Такое у нас в детстве А по поводу Врачей Хотел сказать Ушел Тему немножечко Вот я с дочерью Пошел к врачам У меня что-то С животом были проблемы Потом обнаруживаются И на полной серьезе Врач говорит А вы бы сходили бы Прочистились бы Исповедовали бы Да вы что Серьезно? Да-да-да Вот это рецепт Это история Вообще Я просто в шоке был Конечно Сейчас все брошу Спасибо 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 На самом деле Это смех Сквозь слезы Я люблю тебя до слез Чисто отечественный комплимент Ты страшно красивая сегодня Ой ну это да И прочие особенности русского языка Я на самом деле Подал оправ непригодности Заявку на подобного врача Откровенно Я уважаю чувства берущих Но к болям в животе Причищение не имеет никакого отношения Это удивительно У нас увольняют хирургов Которые делают уникальные операции И извините за грустную такую ноту И умирают дети из-за этого Вообще медицина становится А вот у нас сидят Пожалуйста люди Которые отправляют на причастие Вместо рецепта То есть вот смотрите У нас получается Что врачебная помощь Которая нам оказывается Она стала лакмусовой бумажки Того чудовищного состояния До которого довели страну Просто лакмус Потому что в этой теме Совместилось все Кризис образования Поэтому врачи советуют Ходить причащаться Или к мощам Отоларинголог Как раньше рассказывали Причаститься Вы представляете Какое качество Медицинских сотрудников Нас воспитывают Сейчас образовывают Во-вторых Извините пожалуйста Во-вторых Зарплатная история Что врачи В больнице В состоянии инфраструктуры Несмотря на колоссальные бабки Которые были освоены И стырены На программе Осначение медицинским оборудованием Кое-где его завезли Так там врачей нет А где есть врачи Там нет оборудования И так далее Известная история Все у нас Все Состояние больниц По стране в целом Подавляющее у большинства Не надо далеко ездить В ближайшем под Москву И количество Укрупнение медучреждений Стоимость врачей Лекарства Отдельная история С этим импортозамещением Идиотским Абсолютно Лакмусовая бумажка Той катастрофы Которой мы движемся К сожалению Мы эту тему Сейчас продолжим С Николаем Карловичем С вами Не хотим портить вам Это пятничное утро Но тем не менее Тема медицины И последних Несколько громких Таких Новостей Которые получили Широкое распространение В соцсетях В том числе По поводу увольнения Вот этого потрясающего Хирурга Каабак Его зовут Его сейчас восстанавливают На работе Но к сожалению Слишком поздно Это стоило Одной человеческой жизни Ну как минимум Который единственный В стране Пересаживал По своей уникальной Медологии Используя определенные Лекарства Пересаживал почки Детям Признанное во всем мире Грудничкам фактически Да абсолютно Человек уволили Через неделю Его восстановили обратно А девочка уже умерла Это в следующем часе Нет слов просто Оставайтесь под серебряным дождем Друзья Через несколько минут В студии появится Николай Карлович Сванидзе Я напомню Что все самые важные И серьезные новости Обсуждаем с 10 до 11 утра А вы комментируете Кстати мы дальше Комментируете Мы обязательно с удовольствием Читаем ваши сообщения Можете позвонить В прямой эфир 730-101 Ну и конечно Не забывайте о том Что у нас идет Видеотрансляция На канале серебряного дождя В ютюбе Спрашивают слушатели Куда делись нано-новости Ребят потерпите Нано-новости вернутся Просто Игорь Наумов У нас приболел Мы желаем его Скорейшего выздоровления Что вы там хихикаете Виктор Кириллович У меня света серые глаза Много лет назад Мне сделали такой комплимент У тебя глаза бесцветные Как будто ты морской волк Который всю жизнь провел Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok